Я пользуюсь случаем, хотел бы поздравить все туристическое сообщество города и области с профессиональным праздником, с Международным днём туризма. И помимо коллег, которые каждый день работают в этой сфере, в этом бизнесе, хотел бы, конечно, поздравить всех жителей города и области с этим днём. Международный день туризма отмечается в России уже 38 лет. Для Волгограда это особенный праздник. За последнее время город-герой стал настоящим туристическим центром. Появляются новые маршруты, совершенствуются старые направления, активно развиваются музеи. Волгоград без сомнения является туристическим городом и область уникальна тем, что на её территории развиваются и, возможно, все виды туризма. И приоритетом не только является патриотический туризм, который, наверное, знает каждый гражданин бывшего Советского Союза, России. И сейчас очень активно развиваются сельский туризм, промышленный туризм, детский туризм. Также в честь праздника один из туроператоров региона презентовал для гостей Волгограда новый туристический маршрут. Он проходит по историческим объектам, которые в дальнейшем войдут в формируемый в Рашиловском районе туристический кластер за Царицынский форштадт. С сегодняшнего дня запускаем такую экскурсию, которая повествует о истории Царицына как раз на примере живых зданиях, которые сохранены, восстановлены и восстанавливаются, и планируются к восстановлению именно с точки зрения квартала, где мы коротко можем рассказать о всей сложной и многовековой истории города Царицына, Волгограда, Сталинграда. С недавнего времени для гостей Волгограда доступен также передвижной туристический информационный центр, который получил название «Птица». Это специально оборудованный автомобиль, в котором работает экскурсовод. Каждый желающий может выбрать интересующую его экскурсию и выстроить удобный маршрут. Мы занимаемся всеми видами туризма, организовываем для групп больших, маленьких, индивидуальных гостей нашего города различные туры, экскурсионные. Патриотические, разного формата. В 2020 году мы стали победителем грантовой поддержки Федерального агентства по развитию туризма с проектом «Передвижной туристический информационный центр «Альтернатива». Сокращенное название этого проекта «Птица». «Птица» является первым передвижным туристическим центром в Волгограде. Встретить его можно в любой туристической точке города, но чаще всего он находится у подножия Мамаева кургана. На сегодняшний день компания может предложить порядка десяти экскурсий по разным направлениям. Самым востребованным маршрутом является обзорная экскурсия по центру города. Для наших гостей экскурсия начинается обзорная на площади Павших Борцов перед храмом Александра Невского. Затем мы с ними проходим путь до центральной набережной 62-й армии и уже на автомобиле движемся к Мамаеву кургану. Мамаев курган их, конечно же, встречает на следующий час-полтора, после чего наша экскурсия подъезжает к музею «Панораме Сталинградская битва», где уже идет завершение. Для любителей необычных мест также приготовлен уникальный маршрут по северу Волгограда. У нас есть такая экскурсия, мы ее сами разработали, этот маршрут, она четырехчасовая, экскурсия на остров Людниково, ГЭС, также мы посещаем музей частный Волга. Это ребята-поисковики, которые сами организовали этот музей в жилой квартире, скажем так. Стоит отметить, что в этом году Волгоград стал столицей детского туризма в России. Реализация проекта позволит региону развиваться в этом направлении, создавая условия для семейного отдыха. Марина Забудько, Вадим Шабанов, телеканал Волгоград-1.